Здравствуйте! Медвестник продолжает работу на Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием, персонализированная медицина и практическое здравоохранение. И мы продолжим наш разговор. Тема диагностики онкологических заболеваний эндокринного профиля. Я крайне рада представить нашего спикера, руководителя референс-центра патоморфологических и иммуногистохимических методов исследования Лилия Сергеевна Урусова. Лилия Сергеевна, очень приятно, что вы нашли для нас время. Очень приятно, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашем референс-центре, который вы возглавляете, какие основные практические задачи стоят перед коллективом и какие основные направления вашей научной деятельности. Наш референс-центр был основан два года назад и перед нами стояли следующие практические задачи. Во-первых, это экспертное исследование опухолей эндокринной системы. Во-вторых, это использование высокоспециализированных методов исследований, таких как иммуногистохимические и муекулярно-генетические методы. Также это обучение своих коллег из регионов. Также это телемедицинские консультации с регионами и оказание всяческой методической поддержки специалистов из регионов. Но в дальнейшем наши задачи расширились, и у нас очень широкое научное направление. Мы занимаемся исследованиями и фундаментальными. Это исследования щитовидной железы, в частности пограничных опухолей щитовидной железы, которые очень сложны для диагностики. Это и опухоли гипофиза, изучение соматических мутаций. Это и фундаментальные исследования в области патологии надпочечников. В частности адренокартикальный рак мы изучаем и морфологические основы, а также и предикторы ответа на терапию, и предикторы прогноза заболевания. Но уже даже дошли до сингл-селл секвенирования, то есть такое обширное направление. Также у нас сейчас новое направление развивается очень интересное. Это направление называется биофотоника. Оно связано с изучением воздействия света на биологические объекты. То есть мы не только морфологические свойства ткани изучаем, а еще и физические свойства тканей. Это очень интересно, потому что это может дать будущее и новым диагностическим методам, а также и разработке новых приборов, в частности для интероперационной диагностики на органах эндокринной системы. Как давно существует ваш центр и сколько у вас сейчас пациентов? Вот две цифры какие. Как я уже сказала, мы открылись два года назад, и вот за это время мы проконсультировали порядка 5000 пациентов. Очень большое количество. Расскажите, пожалуйста, насколько велика среди ваших пациентов доля онкологического профиля? Практически все пациенты, которые к нам обращаются, они все с каким-то онкологическим диагнозом. Потому что когда пациенту ставят онкологический диагноз, сразу возникает потребность. Правильно ли мне поставили диагноз? Нет ли каких-то дополнительных возможностей для меня? Нет ли каких-то новых методов исследования, которые мне можно сделать? Такие вопросы возникают и у врача, и у самого пациента. А какие нозологии встречаются чаще всего, и какая динамика за последнее время? Чаще всего, конечно, это опухоли щитовидной железы. Во-первых, они наиболее распространены, и они достаточно часто оперируются. И поэтому эти опухоли очень сложные. Классификации постоянно меняются. Например, вышла новая классификация 2022 года, которая крайне сложна. Она сложно воспроизводится между разными патоморфологами. Нет таких четких критериев постановки диагноза. И поэтому очень часто именно к нам обращаются с такими нозологиями. Изменилась ли с годами важность, прогностическая важность патоморфологической диагностики? Очень изменилась, потому что медицина развивается бешеными темпами. И на сегодняшний день важно не только лечение, но и диагноз. Все это поняли. Не может быть персонализированного лечения без персонализированной диагностики. И если раньше достаточно было поставить диагноз популярного рака щитовидной железы 10 лет назад, и это всех устраивало, то на сегодняшний день это обширный протокол, который включает порядка 40 параметров, и каждый из этих параметров очень важен для отнесения пациента в определенную стратификационную группу или для его лечения. Например, такой параметр, как сосудистая инвазия при популярном раке, уже относит его в среднюю стратификацию риска. И это ведет за собой уже другую стратегию лечения. Лилия Сергеевна, Вы уже сказали, что к Вам часто обращаются за вторым мнением. А как часто это происходит? Но 5 тысяч пациентов это слишком много или не слишком много? На самом деле это не слишком много, потому что количество пациентов, которым нужны наши исследования, нужна наша помощь, их, конечно, гораздо больше. Но мы стараемся освещать все наши технологии, чтобы пациенты узнали о нас, и если у них возникли какие-то вопросы, чтобы они всегда могли обратиться. И в связи с этим Ваше сегодняшнее выступление, наверное, в том числе этому посвящено, чтобы специалисты также могли узнать о Вас, о Вашей работе. Хочется, во-первых, Вас поздравить с этим, а во-вторых, спросить, насколько, на Ваш взгляд, врачи Вашей специальности именно информированы об эндокринологической специфике? Врачи и патоморфологи – это вообще достаточно эрудированные, знающие люди. Но когда дело касается диагностики эндокринных опухолей, у всех возникают сложности, потому что опухоли эндокринной системы – они уникальны, и их диагностика не поддается обычным правилам. Например, наличие одного патологического метоза в онкоцитарной опухоли надпочечника говорит о том, что это злокачественная опухоль. Вот такого больше нет нигде. И поэтому у специалистов, обычных общих патологов, возникают вопросы. И хорошо, что проводятся такие мероприятия, они очень полезны, потому что здесь и у меня, и у моих коллег много докладов по самым современным персонализированным методам диагностики опухоли эндокринной системы. Спасибо вам, что принимаете участие в таких мероприятиях и рассказываете о своей деятельности. Спасибо.